Всем привет, ребята! С вами снова я, Фил, и сегодня мы с вами попробуем выжить 10 дней в супер плоском мире. И да, ребята, поскольку тут очень трудно выживать, очень трудно всё делать, вообще добывать ресурсы, деревья, хотя бы какую-нибудь вообще руду. Так что, ребята, я потом подумаю над продолжением. Если вам понравится, то запросто будет продолжение. Ну а я начинаю. Для начала нужно этих слизней сразить, которые на меня тут идут. Тут очень много слизней, там ещё лошадки, я, кстати, вижу, да, там лошадки. О, кстати, ребята, тут же две деревни, я сразу даже не заметил. Две, блин, деревни, вообще круто. Теперь бежим, 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 бежим в сундуку. Так, всё, потеряли? Так, хорошо, просто забираем всё. Всё, выбираем. Побежали в первую из деревень. Так, для начала нужно добыть еды. Я думаю, в деревне будет еда, но это вряд ли. О, деревья, жители, привет! Где еда? С кошек вроде бы ничего не падает, а падает, но только шерсть. Блин, ребята, какая-то фиговая деревня чё-то. Нету ни кузницы, даже грядок нету. Ну ладно, мы сейчас отправимся во вторую деревню. Хорошо, то, что мне повезло. Я заспался сразу вот в таком месте. Для начала нужно добыть ещё дерево. Нам с бонусного сундука достаточно много выпало. Хорошо, теперь топор есть, кирка. Теперь давайте мы добудем камень. Вы спросите, где? Да прямо из домов. Кто же запрещает? Так, также, ребята, нужно взять кровать обязательно. Просто обычная кровать. Камень мы добыли. Так что теперь можно сделать... Версак мы всё-таки сделаем. О, ребята, ещё один дом с лутом. Церковь. Отличная деревня. Ребят, великолепная. Сделай себе голубую кровать. Синюю кровать. Хорошо. О, сундучелка. Так. Хлеб, броня. То, что нужно против слизней. Еда! Наконец-то тут есть грядки нормальные. А то в прошлой деревне, вон в той, там вообще не было. А, блин, это не дом там тот самый с лутом. Это просто дом такой. Там, где есть вот такая вот фигня. Ладно, давайте добудем её. Добыли. Дальше у нас идёт камнерез. Также, ребята, мы убьём сейчас свинюшек. Добудем еды. Добываем 100 лучника. Забираем ковёр. И видим то, что мы проголодались. А потом понимаем то, что нам всё-таки нужно крафтить печку. Для того, чтобы потом сделать нам жареную пищу. Ну, а потом мы понимаем то, что просто наступает ночь. И просто то, что нам нужно поспать. Ну, хотя бы сохранились. Потом мы просто забираем кровать. И идём дальше. Ну, в принципе, дальше мы просто идём в атаку с пауками. Но потом понимаем то, что у нас нифига нету оружия. Где мой верстак? А там потом видим то, что голем уже сражается без нас. Ну ладно, хотя бы какой-то защитник в деревне есть. Идём сражаться с пауками для того, чтобы добыть нити. Паук! И нам выпадает паучий глаз. Мы его выкидываем. И удивляемся, сколько тут слизи. Побежали в другую деревню! Мы её ограбили! Хотя я даже не знаю, где ещё может быть деревня. А потом мы замечаем то, что там впереди деревня. И бежим к ней. Жалко то, что тут нету кузницы. Но не важно то, что мы нашли хлеб и ещё всякую бесполезную пыль. И просто иду дальше. Примерно вот в этот дом. О! Четыре изумруда! Яблоки! Саженцы! Нужно выбрать место для дома. А потом его построить. Он будет небольшой. Давайте-ка сейчас мы украдём у жителей дверь. Вот из этого дома. Ну, в принципе, дальше мы добываем книжки. А потом мы сделаем книжные полочки. Дальше мы строим дом. Но поскольку стёкол у нас не будет, так что просто будут дырки. Дырки в стене. Из-за того, что окон нету. Мне негде их добыть. Дальше мы просто ставим каравателлу. О! Житель ко мне в гости пришёл! Ребята! Наконец-то хотя бы кто-нибудь ко мне в гости пришёл. Удивительные жители. Он решил поспать на моей кровати. Итак, ребята. В принципе, третий день. Житель решил жить со мной, так что я ему разрешаю. Кстати, ребята, это будет моя грядка. Моя собственная грядка. Мой дружбан-житель. Ему понравился мой дом. Он решил мне помочь с грядками. Ну, давай, работай. А, ты не фермер. Ты не фермер, точно. Ты же кожевник. Или кожевник. Готово. Ну, не до конца. Для начала нам нужно посадить больше деревьев. Радом с нашим домом. Ко мне пришёл ещё один дружбан. Он тоже захотел со мной потусить. Они хотели умыться, но тут не было воды. Я приглашаю только мелких слизней, которые ничего не могут сделать. Вот таких я приглашаю. Давайте заходите ко мне на чай и пить их. Ребят, жители, ещё три дружбана. Закройте кто-нибудь дверь. Пробувай. Ну, чё. Дальше мы с жителями и со слизняками решили сделать свет в моём доме, чтобы не было темно. Ребята, тут у нас скоро дискотека будет. Так, поставил ко мне рез. Жители, самое главное, не порежьтесь. Гости решили уйти. В принципе, дальше я решил доделать крышу. Потратил доски, в конце концов. Но всё-таки успел сделать крышу. Потом я, в принципе, заметил то, что уже начинает быть закат. Я ещё немного сделал пол. Не стал сразу тратить всё. Так что я решил просто посадить мой Василёк и поспать. Потом я, в принципе, начал дальше строить свой дом. Меня надоели, ребята. Они меня достали. Крипер! Сейчас мы его убьём. А-а-а-а! О, опыт! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! Не, ребята, у меня не вылетел Майнкрафт. Просто взорвалась небольшая яма. Я её застроил грязью. Потом она зарастёт, и всё будет, короче, пух. В принципе, потом я решил собрать ещё одуванчиков, чтобы сделать себе путь. Чтобы не потеряться. Отправимся. Так, первый цветок. Второй. Третий. Я понимаю то, что это очень странный способ передвижения. Продолжаем. Только уже вот такая тротинка будет. Я вижу деревню другую. Нормальная такая деревня. О! Еда! Овечки. Мне, конечно, для кровати не понадобится. Способ для еды. Что у нас есть? Кони. Конечно, мы тоже убьём. Добыли кожу. И свинюшек мы тоже, пожалуй, уничтожим. Добудем себе еды. Так, ладно, добываем сено. Заходим вот в этот дом. Я знаю, что что-то есть. Житель, у тебя тут есть ковр? Ещё есть вот такая штучка. Кони. Я тебе заберу. Иди ты! Знаете-ка, исследуем ещё деревню. Полутаем её. Яблоки. Ещё. Хорошо. Ещё саженцы. А, вот тропинка. Бежим ровно по ней. Моя деревня уже виднеется. Вон там моя деревня. Деревня. Вон там мой дом. Сейчас мы принесём ему ещё новые дары. О, за это время тут один житель появился. Жители что-то не совсем меня любят, как бы. Что-то тогда в моей той самой деревне жители со мной нормально относились. Нормальными мы были. Не такими тупыми. Стол этого. Картографа. Поставим куда? Куда? У меня тут места нету. А, ладно, около дома вот сюда поставлю. Кстати, уже выросли. Нужно их собрать. Ребят, в плоском мире очень трудно выживать. Знаете почему? Откуда тут голем? Откуда у нас в деревне два голема? Давайте как-то. О, 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 убивай, убивай, убивай. Давай. Так. Ударяем. А, вы его убили. Опа. Получай, голем. Ребят, всегда забирайтесь на три блока в высоту. Десять железа у меня, ребята. Блин, там скелет. Ладно, не надо мне тут. Всё, пока. Пока я спать. Десять саженцев. У планеты, конечно, станет богатой. Блин. Крипер всё взорвал. По ногам. Да блин. Опять столб сломал. Самое главное, то, что он мой дом ещё не задел. Крипер. Крипер. Блин, сейчас вся моя деревня взорвётся, ребята. Это всё, что нам нужно сделать. Это просто поставить всё обратно. А, точно, я же деревья хотел посадить. Так, я думаю, я в лесу сейчас буду жить. В каком-то дремучем лесу. Устал всё это уже сажать. Я пойду-ка отдохну пока что. Книгу мою почитаю. Итак, ребята, уже шестой день. За ночь уже много всего тут выросло. Также ко мне потом пришёл большой слизень. И позвал своих дружбанов. Но я их, естественно, замочил, потому что они не мешали. Их всё было больше и больше. Приходили новые слизни. Никто меня просто на это забил и начал сажать деревья. А потом просто я решил заняться своими фермерскими делами. Посадил всё. И потом решил отправиться в другую деревню. Да. На поиске ресурсов. Я хочу прямо, чтобы вот прямо сейчас мне попалась деревня какая-нибудь. Ребята, очень крутой лайфхак. У меня сломалась лопата, так что я решил податься со слизью. Но потом решил, что всё-таки не надо мне это делать. Из-за того, что тут как бы опасно всё. Опасно. Но потом оказалось то, что прошёл уже целый день. И я не нашёл деревни никакой. Но, ребята, в любом случае я буду идти ночью. Из-за того, что мне как бы нужно найти деревню. Но, ребята, в любом случае я замуровался, так сказать, спрятался от других враждебных могов, чтобы они меня не убили. Из-за того, что было очень много скелетов и криперов. Но потом я просто решил идти дальше. Нашёл кости, куча лута, куча стрел. Но потом меня просто ударил слизень. Я, конечно, не откинул сразу. Но продолжил дальше своё великое путешествие. Ребята, живать в полосом мире просто ужас. Ужас какой-то. Из-за того, что это просто невозможно. Потом я всё ещё бежал, 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 бежал. И всё ещё ничего не нашёл. Ну, наконец-таки, на второй день поиска, ребята, я нашёл хоть какую-то деревню. Кажется, тут реально много лута. Чё это за дом? Я таки ещё не видел в деревне. Потом пошёл в этот дом. Ничего не нашёл. Ударил жителя. Голем на меня никак не реагировал. Стоял там в углу и стоял. Я решил зайти в дом, посмотреть на Голема. Был в шоке от того, что я зашёл в дом и решил их обокрасть. Добыл достаточно много еды. Потом я, в принципе, нашёл ещё один дом. Решил к нему подойти, заглянуть в него. Но там оказалась всякая фигня. На втором этаже тоже ничего не было. Так что я просто решил спрыгнуть. Не, не умереть, ребят. Потом я всё-таки нашёл еды. Хоть и мало, но сойдёт. И потом я, в принципе, отправился домой. Ну, короче, ребята, очень хорошо то, что я сделал всё-таки великолепный путь. Для того, чтобы не потеряться. Ну, а до своей деревни я шёл примерно день и сразу решил поспать. Уже даже наступила ночь. Ну и вот, ребята, наступил девятый день. И я там видел, за что там сгорел скелет. Так что я пошёл за лутом. Я решил это всё подобрать. Мне пригрозил небольшой слизень, ещё большой слизень. Я решил всё-таки их обмануть и побежал обратно. Да, потом я понял то, что тут заспанился крипер и решил его убить. Получай. Покой. Эй ты! Всё. Потом я заметил то, что у меня выросли куча деревьев. И также заметил то, что у меня появился крылатый друг. Чё, нет? Нет? Ну, деревья это хорошо, значит я смогу расширить свой дом. Ну и весь оставшийся день я потратил на строительство моего второго этажа у дома. Ну и в принципе вот такая веранда у меня получилась. Ну, достаточно красиво. И решил посмотреть на прекрасный закат. Ну и наступил конец девятого дня, так что я решил поспать. Ну и всё, ребята, наступил десятый день. Ну и в принципе, ребят, поскольку тут очень трудно выживать, вообще развиваться, вообще что-либо делать. Так что я решил посвятить свой последний день отдыханию. Ну и естественно сражению со слизнями, которые очень надоедые были. Мне это занятие очень понравилось, но я как-то устал и решил дойти в дом. И решил почитать книгу. Так, идём на там книги, вот книги. Ладно, пойду на второй этаж, читать тут. Ну и потом я в принципе нашёл своего дружбана Олега, Пётра, Вашку. Ко мне пришли ещё куча дружбанов с людьми. И в принципе мы веселились и потанцевали. Ну и в принципе я решил окончить и сказать всем своим дружбанам пока. И ребятам, вам тоже всем пока. Надеюсь, вам понравилось это выживание. Десять дней выживания в супер-полоском мире. Ну а на сегодня это всё. Всем пока-пока. Да, всем пока.